Приветствую вас. Информации о своей проблеме вы, конечно, предназначили очень мало. Написали вы о том, что у вас проблемы с мужем. Он решил или вас наказать за что-то, или просто хочет позиции свободно. Всячески меня унижает, этого не скрывает. И не скрывает, что ему нравится, когда вам плохо. Четыре детей, двенадцать лет в браке, как я понял, вы хотите уйти. Никакого вопроса вы с этим не задаете, да, то есть именно запроса никакого у вас нет. То есть здесь нужно ведь отталкиваться от того, понимаете, чего вы хотите. То есть, условно говоря, вот у мужчины есть сейчас определенная стратегия поведения, да, по отношению к вам. Она, эта стратегия поведения чем-то безусловно вызвана. То есть мужчину что-то заставляет так себя вести. Вы не знаете, что, потому что вы говорите, что он хочет вас наказать. Но если он хочет вас наказать, то тогда ведь встает логичный вопрос. Наказать за что? Вас есть за что наказывать, как вы сами считаете? Может быть, у вас были какие-то проблемы между собой, может быть, у вас были какие-то конфликты и так далее. Понимаете? Это очень важный момент, на самом деле. Если вы говорите, что мужчина хочет вас за что-то наказать, это, как минимум, опосредует то, что вы где-то в глубине души допускаете тот факт, что мужчина может это делать, ну, как бы сказать, оправданно. То есть он имеет право так поступать. И если так считаете вы, что он имеет право так поступать, то, естественно, так же считает и мужчина. Если вы считаете, что он имеет право так поступать, то так же считает и он. И давайте мы с вами вот эту вот мысль пока отпускать не будем. Подумаем. Почему же вы считаете, что вас, например, есть за что наказывать? Ну, хорошо. Допустим, где-то в чем-то вы могли совершить ошибку. Я это вполне подопускаю. Как и любой человек, вы можете совершить ошибку. Но объективно эту ошибку может совершить совершенно любой человек. Так что же, тебе всех наказывать или как? Как я уже сказал, очень важно, чтобы вы для себя определили, чего вы хотите. Потому что пока не очень понятно, чего именно вы хотели быть от психологов. То есть, если вы хотите, например, как-то сами эту ситуацию разрешить, да, то у вас есть два варианта развития, два пути развития в этой ситуации. Первый путь – это путь к пониманию того, почему мужчина так себя ведет. То есть, его объективно что-то заставляет так поступать, его объективно что-то гложет, что-то его мучает, раз он начал так себя вести. И нужно вам для себя либо попытаться в этот момент понять, что может заставлять мужчину так себя вести и проработать проблему, либо сказать, что все, нет, я не хочу это терпеть, не хочу так больше жить и понимать, почему он так поступает. Я тоже не хочу. И если вы примете для себя такое решение, то возникает другой вопрос. Почему вы, желая уйти от мужчины, этого не делают? Что удерживает вас? Дети. Но дети видят, как вы ссоритесь, дети видят, как вы мучаетесь, дети видят ваши конфликты, и вряд ли это детям как-то идет на пользу. Значит, получается так, что детям вы вредите. Тогда давайте попробуем определить еще, что может вас удерживать с этим мужчиной при условии, что вы хотите от него уйти. Вот попробуйте для себя на этот вопрос ответить, что мешает вам проявить себя как самостоятельный человек, защищающий, например, свои интересы, свои ценности, не позволяющий себя унижать и так далее. Ведь что-то же вам не дает защищать свои ценности, что-то же вам не дает себя защищать вообще, если я правильно вас понял. Вот в этом ключе вам и нужно обязательно подумать. Потому что, ну, вы очень кратко написали свой вопрос, и поэтому, надеюсь, вы понимаете, что для того, чтобы с вами более детально работать, нужно больше информации, и лучше вас понять, лучше вас узнать. А исходя из того, что вы описали, можно сделать только лишь самые общие предположения, касаемые вашей проблемы. Поэтому пока вы подумайте так. Какой из двух вариантов решения проблемы вы выберете? Сами для себя, хотя бы. И вот один из этих вариантов будет использован вами для того, чтобы разрешить вашу проблему. Или вы можете использовать сразу оба эти варианта. То есть, с одной стороны, вы будете выяснять, вы будете выяснять, то, почему мужчина так себя ведет, а с другой стороны, вы будете тут же для себя создавать определенную, ну, определенные барьеры, определенную подушку безопасности, да, чтобы не позволять ему себя унижать, потому что что бы там ни было, это непозволительно, то, что он делает. Предположим, мужчина действительно захотел пожить отдельно. Ну, просто представим себе такую ситуацию. Ага, почему для того, чтобы это сделать, ему нужно вас унижать? Как вообще появилась идея того, что свободная жизнь – это обязательное унижение вас? Не очень, знаете ли, этот момент лично мне понятен, но, видимо, у вас есть свое объяснение. И у вашего мужчины, как я понял, есть тоже объяснение того, что происходит. Постой, что это объяснение нужно как-то, как бы вытащить, его нужно понять. Понятно, понятно, мужчину нужно. А вы его пока не понимаете. Вы говорите «или, или, или». То есть вы даже сами не знаете причины его поведения. И отсюда, я думаю, ну, некоторые ощущают в ваших проблем. Из всего того, что я вам сказал, из всего того, что я вам изложил, вывод можно сделать такой, что проблема семьи, которая у вас сейчас имеет место быть, безусловно, серьезная. и решить ее вот так сразу, вот так резко, одним махом, или одним ответом на вопрос, к сожалению, не получится. Необходимо, чтобы вы провели работу над собой, над тем, что вы делали не так на протяжении вашего брака. проанализировали поведение своего мужчины. Лучше постарались его, может быть, понять. И так далее. И тогда, тогда будет реальный шанс, шанс того, что вы сможете проблему, если не разрешить. То есть, понимаете как, если не сохранить брата, то хотя бы выйти из него с наименьшими для себя потерями. А это уже, знаете ли, немало. Вопрос в том, хотите ли вы этим заниматься, хотите ли вы работать над собой. Вот. Потому что, ну, достаточно градкий у вас вопрос, и это даже не вопрос, а просто такая информация для размышления, для нас. тем не менее, именно для решения вашей проблемы этого малова. По моему мнению, по моему мнению, это малова. Вы можете, конечно, сами вы выбирать, вы можете сами действовать, но, по моему мнению, вам лучше выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать. Работать как можно подробнее, можно более обстоятельно и так далее. Понимаете, самое плохое в этой ситуации, самое скверное в том, что вы описали, это то, что вы говорите о наказании. Вот это хуже всего. Потому что на самом деле ни о каком наказании речи быть не может. Ни один человек не вправе наказывать другого на самом деле. Морального права у него на это нет. И вот почему вы говорите об этом, почему вы допустили мысль об этом, о том, что вас могут наказывать. Вот с этим, пожалуй, нужно разбираться. Это самое главное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете вы лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok